Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисус! Слава Иисус! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисус! Слава Иисус! Слава Иисусу! Слава Иисус! 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 святым ты должен быть мертвым для себя и это есть секрет реальных отношений с богом многие люди они этого не понимают многие пастора этого не понимать они думают что если я научусь просто кричать громко touch и бегать по сцене все я помазанник если кто-то исцелился я помазанник дорогой мой нет еще уровень работы духа святого с тобой всегда будет зависеть не от твоей способности молиться от твоей способности слушаться и повиноваться я повторяю уровень твоих отношений с духом святым всегда будет зависеть не от способности молиться от способности повиноваться духу святому от способности подчинить себя Ему, от способности умереть для себя, чтобы ожить для Него. Вот эта способность, это твоя тайная, сокровенная жизнь, на которую смотрит Бог, и Он говорит, я тайное сделаю явным. Халилюя! И когда тебе так трудно, когда тебе так тяжело сделать что-то, что хочет Он от тебя, но ты идешь на это, ты идешь на это, ты должен знать, ты просто должен сейчас знать, это то, что Он ожидает от тебя. И Он всегда на послушании, на повиновении явит свою славу. Он явит свои чудеса, свою поддержку. Вот почему есть много людей, которые имеют нереальные отношения со Святым Духом. Нереальные, ненастоящие. Они имеют подделку. То есть они вроде как говорят что-то с Духом Святым. Они вроде как пытаются молиться. Они вроде пытаются что-то делать. Но на самом деле уровень остается тот же. Потому что уровень и рост твоей жизни, твоего бизнеса, твоего пастырства, твоих отношений вообще в Боге, он всегда будет зависеть только от этого. Насколько ты готов следовать за Ним. Насколько ты готов умирать. Вот поэтому такие люди, как Лестер Самрал, который подписывал, у него 100 долларов в кармане, а он подписывал договор на миллион, потому что Дух Святой сказал это сделать. И это был приговор для него. Поэтому Бог его и поднял так сильно. Бог поднимает людей за послушание. Ты слышишь меня или нет? Бог поднимает людей за послушание, за повиновение. Я хочу, чтобы вы сегодня это услышали. И все, кто смотрят нас по телевидению. Потому что Бог поднимает человека на основании его повиновения, его послушания, его смерти. Не на основании его способностей, не на основании того, молится он так или иначе. Есть разные люди. Вы знаете, есть люди веры. Они молятся, возглавляют руки на больных, больные исцеляются. Есть люди Духа. Это наш случай. Когда мы ожидаем просто Духа Святого. Я просто жду, когда Дух Святой придет. И когда Дух приходит, Он начинает творить чудеса в зале. Я не касаюсь людей, я не знаю людей, я не видел этих людей, я вообще не знаю, что Он делает. Но Он это совершает. И мы слышим все время эти свидетельства. Есть разные люди. Есть люди, верят так или иначе. И люди говорят, это правильно. Нет, вот это учение правильно. Нет, вот это правильно. Послушай, у каждого великого человека есть послание от Бога. И правильно у него или неправильно не имеет значения. Послушай, дело не в этом. Дело в том, что из-за его послушания Бог двигается. И если Он двигается так, это хорошо. Если Он двигается иначе, это еще лучше. И ты должен понять, что твое повиновение Богу, оно приводит тебя в реальные отношения с твоим Богом. Посмотрите, Писание говорит, мне очень нравится это место. И я хочу вам его зачитать. 8.14 римлянам. Ибо все водимы Духом Божьим суть сыны и дочери Божьи. Суть сыны и Божьи. То есть, оказывается, что действие твоего сыновства начинается тогда, когда ты Вадим Святым Духом. Ты Вадим не плотью и кровью, ты Вадим не своими амбициями, не неправильными мотивами, зараженными каким-то тщеславием, гордостью и так далее. Но ты человек, который Вадим на уровне своих мотивов, на уровне своих эмоций, на уровне всех своих чувств, ты Вадим Святым Духом. И когда ты Вадим им, тогда на тебя как на сына от отца нисходит благословение, нисходит благодать и слава является. Посмотрите, что говорит Писание. Я вам открываю филиппийцам и хочу с вами просто увидеть этот момент. Смотрите, филиппийцам здесь говорится об Иисусе. Он, будучи образом Божьим, 6 стих, не почитал хищением. Это было нормально, что он равен Богу, но уничижил себя самого и, говорится, приняв образ раба. 8 стих. Смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его, дал им имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподней. Смотрите, когда речь идет о послушании, Он говорит, смирил себя, быв послушным. И это послушание, оно явило славу. Кто из вас хочет увидеть великую славу Божью в своей жизни? А теперь, слушай меня, ты можешь молиться по 10 часов в день, по 10 часов в день, но если ты не повинуешься Духу Святому, который ведет тебя, о, куда меня ведет Святой Дух? Куда же меня ведет Святой Дух? Друзья, Дух Святой, Луки, 4 глава, Иисус был Духом Святым поведен, куда кто скажет? В пустыню. А к кому повел его Дух Святой? К дьяволу. Для искушения. А почему? А я вам объясню, что Дух Святой, когда он хочет работать с человеком, самое первое, что он сделает, знаете что? Он возьмет человека, он возьмет человека и знаете что? Иди сюда, он возьмет человека и скажет, я хочу этого человека сделать великим, я видя славу. И самое первое, он поведет его в горнило уничижения. Он начнет ему, говорит, иди и смирись перед ним. Бог знает, что сказать, потому что он видит сердце, правильно или нет? Иди смирись и скажи, что ты вообще будешь его слушать теперь. Иди, иди и умой ноги ему. Иди вообще и покайся и расскажи, кто ты. Иди расскажи о своем воровстве, о том, как ты делал зло, о том, как ты обманывал. Иди расскажи, никогда не расскажи, иди расскажи. И Дух Святой он смотрит, как человек реагирует. И когда человек говорит хорошо, и ради отношения со Святым Духом он идет на все, что Дух Святой ему говорит. Он умирает. Он умирает для себя. и если семя, падши в землю, не умрет, то не оживет. Но если умрет, то кто знает, как там написано? Принесет много плода. Вот так работает Дух Святой, друзья. Именно поэтому не у многих людей есть реальные отношения со Святым Духом. Потому что всегда он работает так. Он сначала будет тебя проводить через горнило уничижения. Он сначала будет проводить тебя, чтобы очистить твое сердце от всякой примеси, от всякого зла, от гордыни, от зависти, от обмана, от лжи. Чтобы очистить тебя. И потом только он начнет тебя поднимать. И вот на этой стадии многие люди, внимание прошу ваше, все телезрители, внимание, на этой стадии, когда Дух Святой начинает работать, люди проваливаются. Когда-то я стоял на коленях, друзья, я не был пастором, я тогда учился в колледже. И сегодня, слава Богу, много студентов, которые вместе со мной учились, они с нами, они пасторами, они просто благословенные служители. Но тогда я пошел молиться. И я стоял на коленях, часами, я говорил, Бог, дай мне пробуждение, Бог, дай мне пробуждение. И Бог мне начал отвечать. И Он мне сказал, иди и расскажи, кто ты. И я не мог этого сделать. Я говорил, Боже, 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 я просил пробуждения. Не уничижения, не конец моей жизни. Я просил пробуждения, силы, славы. И Бог сказал, нет. И обличение Его пришло. И это был ужас. Целый год я был в горниле ада. Я всегда это называю время ада в моей жизни. Когда казалось, что Бог меня довел до того состояния, что я знал, что хуже человека на земле нет. Я приходил на братские советы и говорил, я прошу вас отлучить меня от церкви, потому что я не достоин носить имя христианина. И только потом, когда я дошел до самой, можно сказать, самого отчаянного состояния, когда я молился каждый день, Бог, убей меня. И я просил Викторию, она не хотела. Каждый день одна история была. Я говорил, нет, давай. Мы становились на колени. Я говорил, Бог, убей меня. Я просто не мог жить. И тогда Бог меня посетил. И было послание к Галатам. И там стих, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. И Бог мне сказал, если ты копейку дашь за дар, ты останешься без дара. И в тот момент я сказал, Бог, что мне делать? И Он мне сказал, все, что ты можешь. Все, что ты можешь. Ты не можешь ничего. Ты никто. У тебя ничего нет. Ты грешник. Ты проклят. У тебя ждет только ад. И все, что ты можешь сделать, это только благодарить за кровь Иисуса. и принять в смирении то, что сделал я. И когда это произошло со мной, вы знаете, тогда, когда это со мной произошло, я понял, что в своей жизни я никогда не могу ничего Богу доказывать. Я понял, что я могу только принимать. Я понял, что я должен просто идти за Ним и все. И Он всегда приведет меня к благословению. И вот эта работа, когда она начинается, друзья, все сразу хоронят отношения со Святым Духом. Потому что Он неизбежно будет приводить тебя к очищению. Он неизбежно будет приводить тебя к тому, чтобы выбрать из тебя, поймите, внешние грехи, курение, выпивка, наркотики, это все, друзья, это все. Фарисеи, они никогда не курили, они никогда не блудили, они никогда ничего такого не делали. но они были детьми дьявола и внутри них Иисус говорит, вы, смотрите, какие слова, вы гробы окрашенные, полные костей, каких? Зловонных. А представляете, а внешне они ничего не делают. Поэтому работа Духа Святого, она намного дальше идет, чем просто, чтобы ты бросил курить. Работа Духа Святого, она идет в твое сердце, чтобы выбрать оттуда всякую зависть, гордыню, тщеславие, ненависть, обиду, всякую боль, все, что только там может быть, чтобы внутри ты стал, спасибо, дорогой, ты стал целостным человеком, чтобы внутри ты стал цельным, цельным, скажи со мной, цельным человеком, внутри ты должен быть целостен, ты не должен быть там, порублен, разделен. И когда ты внутри сформирован, цель, эта работа Духа Святого только может с тобой сделать, когда Он тебя проведет через, своим путем, через какие-то определенные обстоятельства. Скажите, кто-то меня понимает сегодня? Потому что многие сегодня Дух Святой придут. Конечно, Он готов прийти, но ты готов за Ним идти? Общение Святого Духа или твое общение? Выбирай. Вот ты должен знать, что никогда не измеряй себя даже по критериям. Люди меряются по критериям. Я помолился за кого-то, он исцелился. Это чудесно. Если ты знаешь, это чудесно. Но это не критерий. Критерий всегда будет твое повиновение Духу Святому. Халлелуя. Давайте посмотрим кратко, что говорит Писание. Во-первых, Писание говорит, что Дух Святой это Дух истины. И мы смотрим Евангелие от Иоанна. Прошу вашего внимания. Халлелуя. И здесь интересные места. Я не буду все зачитывать. 26-й стих 15-й главы. И в 14-й, и в 15-й, и в 16-й об этом говорится. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца? Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. Посмотрите, Дух истины. 13-й стих 16-й главы. Когда же придет Он, Дух истины, то Он оставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. То есть, когда человек в Духе Святом, у него всегда будет видение. Он всегда будет понимать, в каком направлении ему двигаться. Кто-то меня слышит? Итак, Дух истины. Дорогие друзья, истина, она сокрыта в слове. И очень важно понимать, что существует истина, о которой говорится, к примеру, в посланиях апостола Павла. И есть такое понятие «истина о тебе». Вы знаете, что когда мы начинаем, все начинается с мысли, мыслить не в истине, мы уже не можем иметь реального общения со Святым Духом. К примеру, когда человек начинает мыслить в истине, он побеждает всякую человеческую правду. Знаете, есть правда человеческая. Когда ты пришел в больницу и тебе поставили диагноз рак, ты умрешь, то это правда, но это правда человеческая. А истина говорит, что ранами Иисуса ты исцелен. И вот чем ты наполняешь свой разум? Правда говорит о том, что твоя жена, она вообще, она не такая, что это ошибка, ты зря на ней женился, ты потратил свои годы. Правда человеческая бывает, говорит о том, что твой муж, он негодяй, он такой, он всякой, он вообще плохой человек, и нужно уходить от него. Но истина Божья говорит, что он новое творение во Христе Иисусе. Истина Божья говорит, что все у вас будет хорошо. Когда о тебе ты пережил какие-то обстоятельства в своей жизни негативные, и потом у тебя появляется формирование на основе твоего мышления, на правде человеческой, и ты смотришь на эту правду человеческую, что ты неудачник, что ты грешник, что у тебя ничего не получается. И если ты это примешь и будешь с этим ходить, у тебя не может быть реального общения со Святым Духом, потому что ты находишься во лжи. Тебе нужно мыслить, исходя не из обстоятельств твоей жизни. Ты должен смотреть не в зеркало у себя дома, ты должен смотреть в зеркало Слова Божьего. И свое мышление наполнять истиной, потому что Дух Святой это Дух истины. И когда Дух Святой приходит, ему нужно основание, которое должно быть в твоем разуме. И это основание, это соответствие. Скажи со мной соответствие. Если ты вопреки Духу Святому начинаешь неправильно мыслить о себе, о своей семье, о своих финансах, я хочу тебе сказать, что Дух Святой не может двигаться, ты не даешь ему двигаться. Запомните, Дух Святой не двигается не потому, что не хочет, а потому, что он ищет соответствующих мыслей внутри тебя. Аминь. И я рассказывал когда-то историю, я вам скажу, это очень серьезное свидетельство в моей жизни. Когда в моей жизни был момент, и мы были в голоде, мы были в таком голоде, друзья, что буквально вот суп был, который варила мама, он был просто вода, там ничего не было вообще. Это было каждый день. Я вам говорю, я дошел от этого голода до невероятного истерического состояния. Мы с Викторией не знали тогда, что делать, потому, что буквально мы должны были всем деньги. Мы всем были должны. Каждый человек смотрел на нас, и мы просто сгорали от ужаса. Мы боялись зайти в церковь, потому, что нам было стыдно. Каждый раз мы должны были что-то рассказывать. Я помню этот момент этого голода, когда опять был этот суп, и я стал над этой тарелкой, и мое сердце, просто это был прилив, просто истерический прилив какого-то сумасшествия. я хотел сказать, ну Бог, ну как можно так жить вообще? Ну я стал и сказал, я помню, как я просто что-то сломал внутри себя, и я помню, я сказал эти слова, дорогой Иисус, я эту молитву никогда не забуду, до конца своих дней, я сказал, дорогой Иисус, я благодарю тебя, за то, что ты питаешь и греешь свое тело. И вы знаете, сказать эти слова в тот момент, это было очень сложно. Знаете, это как эта сестричка, которая только что говорила о церкви, о Боге, о 90-м псалме, о партнерах. Знаете, когда человек в таком состоянии что-то говорит, друзья, слушайте всегда. Потому что в этом состоянии человек говорит совсем не те вещи, которые могут быть легкомысленны. И мне тогда помолиться той молитвой, это было серьезно. Но когда я это сказал, все бесы пришли, и они говорили, ты лжешь, Иисус не заботится о тебе, Иисус не заботится о своем теле, Иисус не заботится о своей церкви. Я сказал, я благодарю тебя, Иисус, за то, что ты питаешь и греешь свое тело. И когда это сказал, я понял, что я уже живу не в этом мире. Я реально уверовал в Божье Слово больше, чем в тот голод, который ощущало все мое тело и моя душа. И пришел мощный прорыв, сила Божья наполнила меня. Это изменило всю мою жизнь. И до сегодняшнего дня, когда я вижу любой кризис, любую нужду, что-то кажется невозможным для меня, я всегда вхожу в то же состояние, что было возле той тарелки. И когда мне надо даже миллионы долларов, я вхожу в это состояние, что было возле той тарелки с тем супом. И я говорю, Бог, я верю тебе больше, чем тому, что я вижу. И когда ты мыслишь, братья и сестры, когда ты мыслишь в истине Божьей, Дух истины приходит и творит чудеса. Халлилуйя! И что бы тебе было не нужно, какая бы это ни была нужда, что бы с тобой ни происходило, когда ты наполняешь свой разум истиной, которая есть в Духе Святом, Дух Святой прорывается через тебя, и Он входит в твои обстоятельства, и Он творит чудеса, и море расступается. Халлилуйя! Воздай Богу сильную славу! Никогда не допускай ложного мышления, ищи того, что есть истина, бери Слово Божье и вкладывай его в свой разум, и ты увидишь, как Дух Святой начнет работать мощно в твоей жизни, как Он начнет поднимать тебя. Я знаю, друзья, послушайте, что в нашей жизни есть такие сложные моменты, именно в них нам нужно быть в истине. Послушай дальше. Прежде всего, нужно понимать, что Дух Святой это Дух, как его имя? Святой. И нужно помнить, что Дух Святой, Он хочет с тобой двигаться, чтобы ты был отделен для Него. И многие люди сегодня, они не имеют этих отношений со Святым Духом, потому что они наполовину мирские. Дух мира сего это великое зло. И Дух Святой никогда не будет делить тебя с этим миром. Дух Святой хочет, чтобы ты принадлежал только Ему. Я буду краток. Ой, Иисус, 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 я сокращаю свою проповедь и буквально пять минут. Через что действует Дух Святой? Первое, побуждение. Второе, информация. И третье, сила. Самое первое, побуждение. Побуждение, которое дает Дух Святой, это его внутренние сигналы, которые всегда приводят тебя к великим чудесам. И если ты ощущаешь побуждение, всегда следуй за ним, даже если это побуждение, оно приводит тебя к кризисам во внешних обстоятельствах. Я помню, как недавно, это было зимой, мы делали Крусейд в Дворце Спорта. И вы знаете, было такое время интересное, у нас не было денег. Мы уже влезли в долги, уже 60 тысяч долларов было долго, делая этот Крусейд. И мы ждали, что Бог поможет нам, и не знали как. И был такой момент, знаете, это была ночная молитва. Я помню, как я учил вечером здесь на семинаре, потом пошел в свой кабинет и пришел помолиться. Сюда уже ночная молитва шла, и я молюсь. Я помню, мне было так физически плохо, я был такой уставший в тот момент, что я просто не мог даже ни с кем разговаривать. Я стоял и молился там сбоку. И в один момент я ощутил побуждение. Побуждение. Знаете, побуждение бывает, у кого из вас бывает побуждение Духа Святого? И у меня побуждение. Выйди сейчас и учи. Вы не представляете, когда побуждение у тебя, ну, представь, ты стоишь еле живой, и при том, еще скажу, пустая голова. она вообще пустая, она о чем ты думаешь? Ни о чем. Бывает такое, да, состояние? Куда ты смотришь? Никуда. И вот у меня было такое состояние, вы представьте себе, я чувствую побуждение, и вот я выхожу и начинаю учить. И я учу, я учу долго, целый час, наверное, бог наполнил, ну, как-то мимо головы, уста. И я даже не помню до сих пор, о чем я учил. Но суть была в том, что я сразу схожу со сцены, захожу в кабинет, и мне уже смс пришла вот только что. И человек пишет, смотрели прямой эфир, мощное слово, завтра дам 100 тысяч долларов. И что вы думаете? Мне это понравилось, я опять пришел к сцене. Ну, побуждения больше не было. Всегда, когда ты двигаешься в божьих побуждениях, когда ты послушан ему вопреки. Всегда Бог будет являть свою славу. Кто из вас хочет видеть Божью славу? Аллилуйя! Ты должен знать, что всегда двигаться в божьих побуждениях. Когда-то я не был еще пастором, я поехал зарабатывать деньги в Россию. Мы там работали в яблочных этих садах, колхозах, мы заработали так много яблок, с нами было еще много людей, было три сестры, которые как обычно заработали свои яблоки, сказали, а вы их продавайте и уехали. И мы с товарищем были там. И вы знаете, уже морозы были, а яблоки никто не покупал. И там такая контора, в которой, я забыл как называется, контора, короче. И смысл был такой, что там было больше ста человек, которые стоят и ждут, что приехал какой-то покупатель. И только он появляется на горизонте, эта толпа бежит и хватает его, и у них у всех такие яблоки. Ну, просто мы уже не знали, что делать. В один вечер мы молились, и мы должны продать свои яблоки, мы должны продать яблоки этих сестер, потому что они оставили нам и уехали. И мы молились ночью, Бог, яви свою славу. Утром, знаете, что такое побуждение? Ты чувствуешь? И мы просто поняли, нужно пойти в контору. Зачем? Ну, это бесполезно, там акулы сидят, которые там годами работают. И я пришел и стал, все на улице стояли и внутри конторы, вот так все забито людьми. И я стал возле стены и стою. Тут кабинет, дверь какая-то. Просто стою, не знаю, зачем я там стою. Много людей напротив меня, и один мужчина стоит напротив среди всех, тоже ждет что-то. Говорит, а вы что? Говорит, а что? Не знаем, куда яблоки спихнуть. А я приехал купить. Я говорю, тихонечко мужика этого за руку, все поняли, что это покупатель, что он вошел прям в гущу и он был невидимым. Друзья, это сто процентов. Я его и он у нас купил по такой цене. Он говорит, а какие цены? Я говорю, зачем вам надо, идем со мной? Он купил у нас по такой цене эти яблоки, мы все продали. Знаете почему? Потому что всегда, когда ты чувствуешь побуждение и следуешь, повинуешься, следуешь за ним, тебя ждет Божья слава. Тебя всегда ждет Божья слава. Мы с Викторией, когда она была беременная первый раз, я очень сильно переживал беременной Даниилом. Я так переживал, у нас были деньги в тот момент, и мы почувствовали побуждение посеять эти деньги в одну сестру беременную и пораздавать все остальное, что у нас было. И вы знаете, что произошло? Я пришел к одному диакону, он мне говорит, послушай, без 50 долларов никто даже не подойдет к твоей жене. Я пришел к другому диакону, это был человек веры, он говорит, ну ничего, порежут ее, крови много потеряют, вот так дословно. Я начал терять сознание, вообще, я так переживал за нее, это был ужас, и я понял, что нужны деньги, деньги нужны, чтобы жену сохранить виточку свою. Она знает, помнишь, сколько денег у нас было? Тогда у нас, помню, накопил я, потому что я думаю, я заплачу всем докторам, я куплю всех, чтобы только к ней было хорошее отношение. И знаете что, побуждение, отдай все до копейки, Боже мой, все до копейки отдай. И скажи, как мы посеяли эти деньги, мы просто отдали все, остались вообще без копейки денег, без копейки, друзья. Она служила, знаете, как каждый раз, когда она беременна, она так получается, что она служит до того момента, когда уже через несколько часов уже родится ребенок. Это всегда так. Мы в дороге раз, едем куда-то на служение уже. Говорит, пора. Ну, завернули в больницу, все положили. Ну, и так было в этот раз тоже. Она приходит в больницу и мне же, знаете, как, меня напугали так, что вы себе не представляете. Но Бог великий, когда ты двигаешься в побуждениях, всегда будет слава. И когда она родила, ей надо было полежать там несколько часов, и потом она спустилась ко мне, приходит и говорит, все нормально. Я говорю, а ты как, родила? А ребенок где-то? А там лежит. Мы с ней пообщались. Говорит, ну, я пошла. И я понял, что у кого-то упование на доллары, у кого-то упование на врачей, у кого-то упование еще на что-то. Но если у тебя на что-то упование и Дух Святой тебе говорит, принеси это в жертву, запомни, двигайся в Духе Святом и увидишь славу Божью. Халлелуя! Халлелуя!